О подступах к матанализу. На самом деле, тут в скобках надо написать и линейной алгебре тоже. Я не умею их разделять. Там, конечно, есть специфические разделы, которые относятся конкретно к алгебре и конкретно к анализу. Но вообще, это такая как бы просто следующая ступень после того, как мы вот эту всю школьную математику продвинутую изучили. Следующая ступень – это очень серьезное изучение матанальной линейной алгебры. Они взаимозависимы между собой и связывает их самое важное понятие во всей непрерывной математике – понятие экспоненты, экспоненциальной зависимости. Так, значит, давайте сразу просто скажу, что такое экспонента, чтобы было понимание, откуда она берется вообще, откуда экспонента берется. Экспонента – это попытка решить уравнение. Все, на самом деле, берется из алгебры. Все берется из алгебры. И мы решаем вот такое функциональное уравнение. Пытаемся найти функцию. Найти f такую, что… Значит, смотрите. Это совсем не то, что вы привыкли делать. Вам обычно дается функция, и нужно найти какие-то x или y, которые удовлетворяют какому-то уравнению. Здесь пишется, для любых x, y верно вот это найти f. Вот в этом месте нужно сделать над собой усилия, чтобы понять, что происходит. То есть мы решаем функциональное уравнение. Мы решаем уравнение среди всех зависимостей функциональных. Ищем такую, которая удовлетворяет вот этому вот требованию для всех x и y. Ну и постепенно мы таким образом строим нашу экспоненту. По пути туда нам придется столкнуться с понятием полноты всех вещественных чисел. Мы уже неоднократно так или иначе на эту полноту выходили и ее касались. И в лекциях как-то она появлялась где-то, как черт из табакерки. Нам нужно систематически ее изучить. Систематическое, систематически. Ну и вообще модели действительных чисел. Какие бывают модели всех чисел напрямую? Как ни странно, это сложнейший объект. Никто этого обычно не понимает. Ну что тут проще есть, чем просто прямая? Оказывается, это жутко сложно. И нам нужно понимать, с чем мы имеем дело. Нужно построить модель вещественных чисел. Вот. Значит, мат-анализ у нас появлялся уже неоднократно. И уже упоминали, что для симптотического закона распределения простых, распределения простых он нужен. Теорема Дирихле о простых в арифметических прогрессиях требует даже не просто матан. А знаете, что она требует? Она требует комплексный анализ. Комплан. Анализ над С. Вот. Ну потом, значит, доказательства трансцендентности Е и Пи. Ну, скажем так, само существование Е и Пи и их определение связано с матаном. Доказательства трансцендентности это некоторые хитрые приемы линейной алгебры, но никто не застрахован от того, что в некоторые моменты и к матану тоже придется обращаться. Я еще раз говорю, что это слитный набор знания. Один, вот этот матан плюс линейная алгебра. Так что вот эти важнейшие результаты, они не могут быть без матанализа поняты и без линейной алгебры. Далее, значит, нормальный, серьезный анализ эллиптических кривых тоже. Мы постоянно, как мы начинаем изучать эллиптические кривые, нам все время хочется использовать какие-то аргументы из непрерывной математики, хотя мы и формулируем задачи в смысле нахождения рациональных точек. Но рациональные точки, они всюду, вот всюду здесь есть, как говорят, всюду плотны среди всех вещественных чисел. Поэтому все равно методы всех вещественных чисел, они здесь помогают. Вот. Ну и с этим связаны тоже всякие гипотезы, типа Бёрч, знаменитая, да? Суинертон-Дайер. Гипотеза, которая одна из проблем, семи проблем Клея, нового тысячелетия или нового века. А вторая – это гипотеза Риммана, да? Ну, лидзе – это функции, но это все чистые матаны. То и другое – это комплексный анализ, который нам нужно будет хотя бы начальные сведения о нем получить. Вот. Так что вот у нас, значит, вот у нас программа действий, по сути, определить экспоненту и изучить все важные понятия, которые по пути к ней нам придется нам встретиться. Ну и, как бы, когда мы будем говорить о вещественных числах и их связи с рациональными, которые здесь все заполняют, нам встретится имя Кантера и Бернштейна, и их теорема, и куча еще теорем Кантера. Еще несколько. Это основание теории множеств. Построение вещественных чисел без хорошего понимания, что такое теория множеств, невозможно. Поэтому все равно начальные сведения о теории множеств нужно будет получить. Вот. Ну, а дальше будет там теория пределов, предельные переходы, пределы последовательности, функций. В общем, все, что касается пределов, уже, значит, мы теория пределов последовательности и функций. Вот. Это все просто появится при построении экспоненты. Ну, а потом будет везде изучаться. Дальше можно уже переходить к серьезным разделам от анализа, к дифференцированию, к функциям многих переменных. Это связано сразу же с линейной алгеброй, нас свяжет матанализ снова. Вот. Дифференциальным уравнением, то есть к моделям физического мира. и много-много остального всего того, что, в общем-то, изучается на всех лучших факультетах университетов, математических факультетах, нескольких, которые у нас есть и за рубежом всего, в общем-то, несколько на весь мир, где действительно это хорошо и подробно изучается. Ну, и вы будете готовы, значит, к поступлению на любой из этих самых вузов, вот, нескольких вузов в Москве и в Питере и дальнейшей работе уже с математикой на полном серьезе, так как надо. Вот. Вот наш план на оставшееся время.